Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Все пары с Острова Любви возвращаются на поляну. Они примут участие в конкурсе «Любовь года». На острове ведущие приняли решение оставить Марину Африкантову, Лизу Трианда Филиди, Аиду Бабаеву и Виталия Малышева. К ним уже отправился новый состав. Марина недовольна тем, что ей навязывают новенького 18-летнего Романа. Африкантова не намерена строить с ним отношения. Ей обидно, что ведущие на нее давят и навязывают юного мальчика. Саша Черно познакомила Иосифа Аганесяна со своими родителями. Ее папа сразу принял молодого человека, а бабушка сначала вообще не хотела знакомиться. Но потом они все-таки нашли общий язык. Сергей Захарьяш передумал делать пластику ушей. Он понял, что уши – это его уникальность. На поляне не прекращаются обсуждения переписки Лилии Четрару с Глебом Жемчуговым. Очень бурно на это реагирует Сергей Захарьяш. В недавнем эфире показали, как после очередного разговора о флирте Лилии Сергей дошел до точки кипения. Он едва не прибил девушку и не разбомбил их общую комнату. У зрителей сложилось мнение, зачем Майя Донцова вышла замуж за Алексея Купина. Поспешная свадьба ребят, которые до этого очень много скандалили и не пылали чувствами друг к другу – это не что иное, как хитрый ход. Теперь они будут принимать участие в конкурсе «Любовь года» как семья, что, конечно же, повышает их шансы на победу. Также принять участие в новом конкурсе планирует Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко. Они уже вернулись из свадебного путешествия. Марина Тристановна воюет с ребятами на поляне из-за шилья. Сергей Кочеров предлагает переселить Абрамсон-старшую в женскую спальню. Женщина взбесилась от такого предложения. Она готова на все, лишь бы оставить за собой право жить отдельно. Никита Кузнецов поссорился с Дариной Маркиной. Он агрессивно отреагировал на переписку девушки с противоположным полом. Дарина боится, что рано или поздно он поднимет на нее руку, как это было уже в его прошлых отношениях. Но Никита уверяет, что он уже другой, он пересмотрел свое отношение к женщинам и руку на нее никогда не поднимет. Ксения Бородина опубликовала снимок старшей дочери Маруси с татуировкой на руке. Ей досталось от подписчиков за то, что она не думает ни о психике ребенка, ни о ее здоровье, потому что краска может быть аллергенна. Надежда Ермакова выходит замуж. Она рассказала об этом в видеотрансляции и показала помолвочное кольцо. Таня Кирилюк встретилась с Ольгой Васильевной Гобозовой. Она подарила ей свою новую книгу. У Кости Иванова и Саши Гозиас проблемы в отношениях. После ринопластики Гозиас стала очень капризной. Она постоянно выносит Косте мозг. Дочку Саша опять отправила к бабушке. Но она уверяет своих подписчиков, что ребенку это только на пользу. Катя Кауфман закончила университет, причем с красным дипломом и стала журналистом. Через год она получит еще один диплом и уже думает о получении третьего образования. В сети обсуждают новые фотографии Ольги Бузовой. Ее высмеяли за дешевое платье. Оно стоит всего лишь 1300 рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.